Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах, и с вами, как всегда, я, Славян. В этом выпуске я вас приглашаю отправиться в Крым. Я очень хочу вам показать те места, которые я рекомендую обязательно к посещению. Если вы решите отправиться в Крым, прямо так сказать, полотничком и пропутешествовать весь полуостров, то я рекомендую вам приобрести наш авторский гайд. Там есть локации, маршруты, как правильно подъехать, где поставить палатку, даже где купить газ. Есть также контакты проверенного жилья. В общем, очень много информации. Чтобы его приобрести, нужно написать либо мне, либо Настеньке в директ в инстаграм. Прямые ссылочки я оставляю в описании под этим видеороликом. Ну а мы отправляемся в Крым. Привет! Если ты еще не подписан на наш канал, то подписывайся и welcome. В этом выпуске я хочу вам показать 5 удивительных мест. Присаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Первое место, которое я хочу вам показать, это Крымский серпантин. А именно, дорога из Судака в Алушту. Обозначение для дороги 35К-005. Протяженность дороги 78 километров. Если вы поедете на машине, я рекомендую прокатиться по этой живописной дороге. Но помните, на серпантине нет заправок. Крымский серпантин входит в топ-5 опасных дорог Крыма. И это неспроста. Во-первых, он очень узкий. Во-вторых, он не имеет металлической сетки от пенопадов. Да и сама дорога петляющая и держит водителя в постоянной вовлеченности. Виды с этой дороги потрясающие. Море, горы, виноград, персики, сосны, степи. Все это вы увидите, двигаясь по серпантине. На дороге есть достаточно так называемых карманов, где можно остановиться и насладиться крымской красотой. Двигаясь по данной дороге, вы сможете увидеть храм-маяк святителя Николая Чудотворца. Храм Украинской Православной Церкви Московского Патриарха. Храм расположен в селе Малореченском. Он является самым высоким храмом в Крыму. Храмовый комплекс входит в состав мемориала всем погибшим на водах. А еще по дороге есть поселок Рыбачье. Тут есть и набережная, широкие пляжи и кемпинги. На нашем канале есть целый выпуск про этот поселок. Ссылка в описании, посмотрите. А сейчас я хочу вместе с вами переместиться на самую западную точку Крыма. Село Оленевка. Село Оленевка. Ой, как ее распиарили своим прекрасным морем, беленьким песком. Ну, конечно же, пляж Майами, друзья. Выпуск про Оленевку есть также на нашем канале. Ссылочку также я прикрепляю в описании под этим выпуском. Пляж Майами в Крыму или Баунти. Славится своим белоснежным песком и лазурной водой. Турин в Оленевке, где живут примерно полторы тысячи человек, как раз и развивается за счет этого пляжа. Многие стремятся отдохнуть на живописном побережье. Его, кстати, часто сравнивают с райским местечком из одного рекламного ролика. Крымские Мальдивы. Туристы, побывавшие здесь, пишут в отзывах о своих положительных впечатлениях. Все говорят о красивом белом песке, чистой в воде, из-за которой глубину видно на несколько метров и изумительным видом. На пляже Майами спуск в воду пологий. Нет никаких обрывов и подводных скалок. Поэтому в районе пляжа купаться безопасно взрослым и детям. Летом вода быстро прогревается в среднем до 25 градусов, а иногда и до 28. Объясняется это сухим и жарким климатом на Тарханкутском полуострове. Протяженность береговой линии пляжа Майами около двух километров. Интересное и месторасположение пляжа. С одной стороны Каранжинская бухта, с другой стороны озеро Лиман. Ну а после озера начинается поселок Меневка. Ежегодно на пляже Майами в Оленевку приезжают любители серфинга, дайвинга, кайтвинга и флейбординга. Нередко этих смельчаков можно увидеть в море, чуть дальше от зоны купания. Недалеко от пляжей Майами в Оленевке есть потрясающие места. Все они природного происхождения. От открывающихся пейзажев просто захватывает дух. И именно на такое место мы с вами сейчас отправляемся. Мыс Тарханкут. Шикарный мыс. Мыс Тарханкут. Его видно прямо с пляжа. Находится он слева, примерно в двух с половиной километрах от пляжа Майами. И возвышается над водой на 180 метров. Это самая западная точка Крыма. В древности на этом месте не было суши. Было море. Мыс Тарханкут считается одним из самых красивых мест всего полуострова. Изрезанные скалы, море, плавно сливающее с небом. Всю красоту мыса Тарханкут можно увидеть прокатившись по нему на машине. Но это будет чуть не то. Второй вариант. Арендовать небольшой вертолетик, либо самолетик и полетать над этим мысом. Ну, это тоже не совсем те впечатления. Как говорят даже местные, которые попробовали увидеть мыс Тарханкут с воды, говорят это лучшее, что они видели. Поэтому welcome. Берете катер, либо с группой, либо арендуете, как это сделали мы. И плывете вдоль этого мыса. Заплываете во все пещерки. Купаетесь в открытом море. Прыгаете в чашу любви и наслаждаетесь этим великолепием природы. Ссылочка на этот выпуск, как мы арендовали катер, есть тоже в описании под этим выпуском. Вы увидите мысы Большой и Малый Атлеш. Большой Атлеш расположен примерно в 4,5 километров от пляжа Майами. А Малый Атлеш примерно в 6. Их можно назвать одними из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Большой Атлеш это длинный мыс со сквозным гротом. У Малого Атлеша есть туннель, через который проходят небольшие сута. Высота этих мысов от 40 до 60 метров. И мы там тоже проходили. Посмотрите. Путешественники уверяют, что это место мощнейшей положительной энергии. И я с ними полностью соглашусь. А это Чаша Любви. Эта достопримечательность находится примерно в 6,5 километрах от пляжа Майами. Двигаться нужно в сторону мыса в Большой и Малый Атлеш, если вы на машине. Чаша Любви это бассейн внутри скалы. По легенде, если влюбленные держать за руки, прикоснуться к воде, то будут жить долго несчастливо. Здесь, кстати, снимали такие фильмы, как Человека-фибия и Пираты 20 века. Ну, еще раз повторюсь, что подробнейший выпуск про этот мыс есть на нашем канале. Ссылочка в описании, друзья. А сейчас я хочу вам показать одно из любимых туристических мест в Крыму. Мыс Хамелеон Я не перестаю говорить про то, что когда-то давно я увидел его на картинке и влюбился в это место. И в 2019 году я впервые на него попал. В любое время дня, в любой сезон тут многолюдно. Все потому, что мыс Хамелеон в Коктебеле ну очень хорош. И зимой, и летом, и на рассвете, и на закате. Любоваться им нужно с разных ракурсов. Например, сначала осмотреть с воды, договориться о морской экскурсии с гидом. А потом отправиться сюда на прогулку пешком. Либо на машину, как сделали вы. Проводили здесь закат. Встретили здесь рассвет. Рельеф в этой зоне неровный. Мыс Хамелеон идеально подходит для того, чтобы устроить там фотосессию или пикни. Ну или ночевку, как это было у нас. Также можно на него подняться, дойти до самого конца. Что первый, что второй раз, я не рискнул дойти до самого конца. Дошел только до середины. Если вы решитесь отправиться на него, то помните, что обувь и одежда должна быть удобная. Все-таки путь нелегкий, по краям обрывы, да и горная тропа осыпается. Нужно быть внимательным. Еще пару веков назад этот мыл был более объемный. Но из-за оползней он потерял часть своей массы. Вообще-то исчезающий вид. И именно путем, что он постоянно обрушается, он осыпается в море и исчезает. Со временем ученые предсказывают объекту полное исчезновение. Но пока что мыс по-прежнему напоминает ящерицу, в честь которой и был назван. Плюс под различным углом солнца и падания на него света он меняет свой цвет. Я обязательно рекомендую каждому из вас погрузить вещи в машину, взять с собой палаточку, приехать на этот мыс и заночевать. Проводить там закат, пожарить шашлычок и встретить рассвет. Мыс Хамелеон. А сейчас я вас приглашаю пропитаться одним из самых атмосферных городков Крыма, который находится на юго-западе Крыма всего в 15 километрах от Севастополя, административно являющейся его составной частью. Знакомьтесь, друзья. Балаклава. Городок расположился между нескольких высоких холмов, выросших вокруг одноименной бухты, одной из самых удобных на Черном море и соединенной с ними узким проходом. Я слышал, что когда на море сильный шторм, сюда забиваются корабли, как люди в вагон метро. Балаклава – удивительное место с песчаными и галичными пляжами, а да, еще и с бетонными. Ну и, конечно же, развитой туристической инфраструктурой. Его называют идеальным для отдыха на всем полуострове. Тут царит особая атмосфера, которая совместно с благоприятным климатом делает этот курорт одним из самых лучших в России. Набережная в Балаклаве имеет особую энергетику. Вы как будто бы оказываетесь где-то в европейском портовом городке, только в Крыму. Тут продают мидии, барабули, устрицы, крабов и раков. В кафешках можно отведать блюдо, которое так и называется – сегодняшний УОФ. Да и вообще, Балаклава специализируется на морских блюдах. Чуть выше я говорил про пляжи. Да, и с пляжами тут своя атмосфера. В городке работает катерная такси до пляжей. Дело в том, что в самой Балаклаве один только пляж, и тот бетонный. Оказавшись на нем, вы точно купаться передумаете. Так вот маленькие катера возят туристов на кайфовые пляжи за 100 рублей. Тут есть яшмовый пляж, золотой, ближний, серебряный, инжир, дальний инжир и еще куча-куча всяких пляжей. Но самый легко доступный, на наш взгляд, пляж Василия. На нем мы и были, да и даже заночевали. Ссылочку с обзором на этот пляж я также оставлю в описании. А еще, совсем неподалеку от Балаклавы есть карьер с голубой водой. Ничего необычного, кроме цвета воды. Но однажды кто-то под правильным углом увидел форму сердца. И теперь этот карьер одно из самых посещаемых мест в Крыму. Ловите это голубое сердце под конец выпуска. Мы всех вас любим. Подписывайтесь на канал и поставьте лайк этому выпуску. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...